Енисей Я завидовал Сибирякову, который, как я читал, из Петербурга плывет на пароходе в ледовитый океан, чтобы оттуда пробраться в Устье Енисея. Я прочитал это, когда потерпел фиаско. Сибиряков, это я. Человек и пароход. Сибиряков Александр Михайлович. Родился 8 октября 1849 года в Иркутске, скончался в 1893 году. Русский золотопромышленник и следователь Сибири. Окончил политехникум в Цюрихе, финансировал полярные экспедиции, внес значительный вклад в дело экономического освоения Сибири. Его именем названы «Остров Карском море» и «Ледокол». Большая советская энциклопедия. Первое издание. 1926 год. Сибиряков Александр Михайлович. Любого человека характеризуют его поступки. И вот с этой точки зрения мы можем говорить, что Александр Михайлович – это человек, безусловно, сконцентрированный на определенной идее. Это человек, получивший и имевший прекрасное образование. Иначе он не был бы в кругу тех известных исследователей, путешественников, ученых, предпринимателей. Приходят какие-то мистические постоянные мысли о том, что есть категория людей, которые несут прогресс, передавая его, так сказать, из головы в голову, из ума в ум, так сказать. Которые являются лидерами. И они, так сказать, задолго до всего нашего понимания многое уже продумали. И, так сказать, вот по прогрессу, безусловно, я думаю, движется такими людьми, числу которых, безусловно, Александр Михайлович Сибиряков относится. По моральному облику, по всему, по важности, по общественной значимости поступков. Безусловно, это человек, вот, так сказать, какого-то или прошлого нашего далекого, или далекого будущего. «В России меня похоронили 40 лет назад, в 1893-м», так сообщает даже большая советская энциклопедия, которую редактировал герой «Арктики» Отто Шмидт. «Сейчас октябрь 1932-го. Здесь, в Ницце, я жду новостей о том, как Александр Сибиряков прорывается сквозь льды». Ледокольный пароход «Сибиряков» вышел из Архангельска 28 июля 1932 года, пересек юго-восточную часть Баренцева моря и через пролив Маточкин-Шар вышел в Карское море. Товарищ Шмидт решил продолжить путь Сибирякова на север, насколько будет возможно, и попытаться обогнуть архипелад Северная земля с севера. Восточно-Сибирском море у берегов Чукотского полуострова Сибиряков встретил серьезные трудности. Преодолев льды с поломанными лопастями, он 1 октября вышел на чистую воду в Чукотском море. Эта экспедиция положила начало регулярному плаванию судов по всему Северному морскому пути. Сибиряков дает людям золото. Практически дарит. И мне еще Балому внезапно стало понятно, она дарит свои богатства не просто так. Она, Сибирь, просит человека помочь ей, помочь быть полезней ему, человеку, обостроить ее. И человек он этот клоп, клещ, только сосет соки Сибири, не желая ухаживать за ней, кормилицы. По иркутским меркам Сибиряковы были состоятельны уже со второго поколения. Дело в том, что сам род Сибиряковых здесь, на Иркутской земле, появляется буквально спустя какие-то лет 60 после основания самого Острога. Как только я закончил Иркутскую гимназию, с легким сердцем покинул родной Иркутск. Я видел, как в сибирской глуши сколачивались огромные состояния, и как они бездарно тратились многими почтенными купцами на глупости, страсти, тщеславие. Вчерашний миллионщик за пару лет мог стать банкротом. За спиной Александра Михайловича оконченная мужская гимназия, это само собой. А вот далее, скорее всего, Цюрих. По всем имеющимся у нас российским данным, в том числе, очевидно, вот толчок идет от документа некролога Александра Михайловича, помещенного в 1934 году в бюллетене Арктического института. Это такой журнал был. Вообще удивительно, 1934 год, в советское время размещается подобный некролог. Тем не менее, это свидетельство заслуг Сибирякова. Да вот в этом некрологии значится, что он окончил Цюрихский политехнику. Я ехал через пол Сибири на перекладных, потом по чугунке и в дилижансах по Европе. Какой контраст! Бесконечная могучая тайга с редкими поселениями. А потом многочисленные города, городки, замки, деревни. Размеренные, спокойная жизнь. Учеба за границей тогда была очень привлекательной. Многие русские молодые люди, особенно из богатых семей, знали немецкий язык, а немецкие и швейцарские институты, университеты давали высокий уровень образования. Стать студентом в Цюрихе было достаточно просто. Надо было заплатить скромный износ и записаться на курс университета. Также у молодого человека был шанс стать вольнослушателем. Но в этом случае его не зачисляли в университет. Он шел и слушал те лекции, которые сам выбирал. Оплачивал эти лекции он напрямую профессору. Это было совершенно нормально в то время. Русских здесь было действительно немало. Особенно девушек. Поскольку в Российской империи высшего образования для них тогда еще не было. Я ходил по Цюриху, видел другой уклад и другие технологии. Студент и не торопился. Мы проверили все записи о студентах университета Цюриха и Цюрихского политехникума. В университете Цюриха записи ведутся с 1833 года, а в политехникуме – с 1854. Специальные книги заносятся имя человека, его адрес. Это нормальная практика, когда студент зачисляется в учебные заведения. Имя Сибирякова там не встречается. Сибиряков не был зачислен ни в университет Цюриха, ни в политехникум. Может быть, он посещал лекции, но не как зачисленный студент. Это мы можем сказать с уверенностью. Его имени нет в архивных книгах. Он прав. Моего имени нет в архивах Цюрихского политехникума, потому что я вдруг понял, я не могу потерять несколько лет, просиживая в душных аудиториях и пыльных библиотеках. Своими капиталами я обеспечу талантливых, прилежных, молодых соотечественников. Я построю для Сибири первый университет. Я послал в Томск чек до 100 тысяч рублей. Крупнейший жертвователь – это Александр Михайлович Сибиряков. Это выделял и попечитель Западно-Сибирского округа. Флоринский, отмечаю, как первейшего жертвовали на Томский университет. Сибиряков, помимо, так сказать, вот такого взноса на сумму 100 тысяч рублей серебром, о котором написали даже американской газете о том, что известны вот Сибиряков такие деньги, вот, он очень много сделал еще, положил капитал, на проценты которого, в частности, содержался физический кабинет. Для Томского университета я выкупил в Петербурге 200 томов библиотеки Жуковского. Я вез ее через полстраны на санях и обозах. В общий свет расценили как блажь, а я был убежден – студенты обязаны знать русское слово. Когда открывался университет, то у него был в составе только один медицинский факультет, потому что это была самая необходимая профессия. Но уже в начале, при загладке университета, создатели думали на перспективу. И библиотека собиралась именно такая универсальная. Все пласты науки и искусства. И очень хорошо в этот контекст вписывается библиотека Василия Андреевича Жуковского, которую приобрел Сибиряков. И там были даже обнаружены неизданные тексты на страницах книг. Это удивительно. Ну, кстати говоря, он никогда не был в Томске. И до никаких, так сказать, следов о том, что он собирался, приехать в Томск не было. Вот для него Томский университет стал тем, наверное, единственным каким-то университетом в каком-то смысле его мечты, в котором были воплощены вот некоторые, так сказать, идеи, идеалы, которыми жил этот человек. Мне было 25, когда умер мой отец, купец первой гильдии Михаил Александрович Сибиряков. Шестеро детей унаследовали его капиталы и предприятия. Я был старший. Получил свои 875 тысяч рублей, долю во всех отцовских активах. И прежде всего, в золотодобыче, в прибрежно-витимской компании и в компании промышленности в разных местах Восточной Сибири. Данные две компании владели 170 семью приисками. И суммарный доход, ежегодный доход, составлял 275 пудов золота ежегодно. Это приносило колоссальнейшие прибыли на тот период. У меня в руках были крупнейшие предприятия Сибири. Но торговля с Европой и даже с Европейской Россией были для моих товаров фактически закрыты. Я понял, нужны экспедиции, чтобы открыть новые транспортные пути. Тем более, что там, на Западе, просыпался интерес к Арктике, в том числе к русскому северу. Сибиряков связался с шотландцем, известным капитаном Джозефом Уиггинсом. Он был опытным мореходом. В 1876-м Александр Михайлович выделил его экспедиции 1000 фунтов стерлингов. Корабль «Темза», отплывший из Англии, прошел к устью Енисей и поднялся по нему вверх до впадения реки Куреки. Это была победа. Уиггинс доказал возможность плавания коммерческих пароходов из Европы в сердце Сибири. Я понимал, на Ангаре и Енисеи можно собрать все товары, все ценности, рождаемые Сибирью. От копеечного хлеба и пушнины до товаров и машин в будущем. Тогда, в 70-е годы 19 века, все сибирские производства, за исключением золота, были нацелены на местное потребление. Экономика Сибири развивается. Отсутствие транспортной инфраструктуры – это как панцирь, который сдерживает эту ситуацию. Она должна прорваться. Каким образом? Естественно, здесь первую роль играют сами предприниматели. Они являются теми двигателями, которые пытаются это взорвать. Так вот, среди таковых сибиряков ему нужна вот эта транспортная инфраструктура. Для этого необходимо завязывать отношения, завязывать взаимодействия с зарубежными судовладельцами, предпринимателями, учеными, исследователями, путешественниками. Я вел обширную переписку. Я искал иностранцев, интересующихся русской Сибирью. В 1876 году географическое общество Бремена готовило экспедицию в Западную Сибирь. Но денег у географов практически не было. Сибиряков ровно за неделю до того, как экспедиция отправилась в Россию, сказал, что хочет поддержать ее 20 тысячами рейхсмарок. Однако условие было таково, что участники экспедиции вкладывают часть денег для того, чтобы найти новые северные маршруты судоходства через Орбь и Енисей. Экспедицию возглавил Отто Финш, немецкий путешественник, этнолог и орнитолог. Сопровождать его изъявил желание Альфред Эдмунд Брем, всемирно известный естествоиспытатель, натуралист, автор популярнейшего трактата «Жизнь животных». Это была для путешественников совершенно неизведанная земля. Ну и, конечно, Сибирь была известна в то время как место ссылки. Но неисследованные области всегда представляют интерес для ученых и в особенности для зоологов. Финш и Брем выехали из Москвы. По Волге добрались до Казани, потом Тюмень, Томск, по Абии на север. Пешком, на оленях и лодках дошли до самого берега Карского моря. Только по Сибири они прошли около 15 тысяч километров. Отто Финш называл меня великодушный покровитель нашей экспедиции. Но если финансово я их обеспечил, то все лишения сибирской экспедиции немцы честно вытерпели сами. Они путешествовали на поезде, но частенько приходилось и на санях, которые постоянно ломались. Им приходилось снова и снова останавливаться и чинить эти сани посреди холода. Так что они действительно продвигались очень медленно, а погодные условия в Сибири очень непривычны для европейцев. В 1879 году в Германии вышла книга Отто Финша и Альфреда Брема «Путешествия в Западную Сибирь», которая вызвала небывалый интерес в научных кругах. Во второе издание своей жизни животных Брем включил результаты путешествий по Сибири. Оно получилось существенно обогащенным. Книга Брема еще не вышла из печати, а по миру гремела слава другой экспедиции, которую финансировал Сибиряков. Нордин Шольд был опытным полярником и бунтовщиком. В России он считался неблагонадежным за свои резкие высказывания о крепостничестве и желательном освобождении его родной Финляндии от царского управления. Ему пришлось эмигрировать в Швецию, но это не остановило его жгучего интереса к русскому северу. Я не был лично знаком с Нордин Шольдом, но решился и направил великому путешественнику телеграмму. Рассказал о своем интересе к Устью Енисея и Аби, предложил финансовую помощь, просил его принять мое первое пожертвование 25 тысяч рублей. Нордин Шольд согласился. С того времени, как европейцы поняли, что Земля – это шар, они увидели Северный морской путь, этот потенциальный маршрут в Китай. Эта идея показалась просто восхитительной. Конечно, потом, когда все было продумано более тщательно, они поняли, что этот путь может привести в Сибирь и на Дальний Восток России, а эта область была очень мало изучена. Но идея для состоятельных предпринимателей, как сибиряков, заключалась в том, что сибирские реки представляли собой путь в Азию, в Центральную Сибирь, с севера. Но никто не знал состояние льда в деталях. Нордин Шольд считал, что пройти от Скандинавии до Чукотки за одно полярное лето – самая важная навигационная задача современ Васкорда Гаммы и Магеллана. Помимо меня, этот дерзкий переход финансировал шведский магнат Оскар Диксен и его величество, король Швеции, Оскар II. Нордин Шольд приобрел и оборудовал для долгого полярного плавания парусно-паровой китобой Вега. Я снабдил Нордин Шольда не только деньгами и вспомогательными судами. Я передал ему все свои исследования о состоянии льдов в океане и сибирском климате. Это был важнейший дар для шведской экспедиции. В июне 1878 года Вега покинула Швецию. Через два месяца был пройден мыс Челюскин. Спустя еще две недели судно достигло устья Лены. Там экспедиция впервые встретила льды, которые пришлось обходить. Лишь в конце сентября Вега достигла Колючинской губы, где пути и преградили льды, и экспедиция была вынуждена зазимовать, не дойдя всего 100 миль до Берингового пролива. Зимовка продолжалась 10 месяцев. Сибиряков занимался не только золотодобычей. Он вел активную торговлю, владел пароходствами. Поэтому в экспедицию для сопровождения Веги им был снаряжен специальный корабль «Лена», изначально предназначенный для речного плавания. Как корабль сопровождения, он вез груз угля и продовольствия. «Лена» сопровождала Вегу до устья реки Лены. Там Норденшольд пошел дальше на восток, а «Лена» по реке двинулась на юг. В 1932 году произошла знаковая встреча. Пароход «Лена» в устье реки на том же месте, где за полвека до того простился с Вегой, встретился с ледоколом Александр Сибиряков, который Отто Шмидт вел в Тихий океан. Чтобы разыскать пропавшую Вегу, я заказал в Швеции пароход Норденшольд и отправил его южным путем вокруг Евразии к берегам Чукотки. Пароход потерпел крушение около Японии, но команду удалось спасти. Вега следующим летом все-таки прошла Беринга в пролив, обогнула Азию и 24 апреля 1880 года триумфально вернулась в Стокгольм. Этот день стал национальным праздником. Швеция оценила заслуги всех. Я был награжден Орденом Полярной Звезды, и избран почетным членом Шведского общества антропологии и географии, членом-корреспондентом общества военных моряков, членом научного и литературного общества Готебурга. Потом был большой королевский обед, но праздники не были моей стихией. Моя родина тоже оценила тех, кто обеспечил успех экспедиции. Норденшольда, короля Оскара II, Диксона, капитана Веги Паландера и даже Чук Чуменко за доставку почты с Веги. Удивительно, что лишь один купец сибиряков никак не был отмечен. Меня как бы не было. Немецкий граф Кайзерлинг, петербургский чиновник по особым поручениям Восточной Сибири, писал о сибирякове так. «Он во всех отношениях был большим оригиналом. Все время путешествия он даже постоянного места жительства не имел. Никто из его знакомых знать не знал, где он находится. Он был совершенно непритязателен и по мере возможности избегал общения с чиновниками. Людей, которые его интересовали или которых он сам полагал родителями о Сибири, сибиряков навещал сам. И тогда пылко и увлекательно говорил о своих планах. «Нет тяжелее бремени в свете, чем бремя богатого человека. Русского богатого человека. Капиталы изъедают душу. Только благотворительность немного примеряла с миром. Мой младший брат Иннокентий, получив в 15 лет свою долю наследства, начал жертвовать капиталы так, как будто ненавидел их, как будто они доставляли ему невыносимые страдания. Как это случилось? Что сделал я им? Ведь не разбойникам раздаю, а ко славе Божией жертвую. Не сказано ли в Писании, если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи и следуй за мною». 35 лет брат постригся выноческий чин и уехал на святую гору Афон. В 38 принял святую схему. Через два года схемонах Иннокентий тихо и нестыдно отошел ко Господу. Но это было позже. Именно брат вдохновлял меня на постройку Казанской церкви в родном Иркутске. Сибирские мастера вырезали из яшмы и малахита дивный иконостас. «Колокола я вез» из Ярославля. Она была построена в пригороде города, в Слободе Ремесленной, где отдельно стоящей церкви не было. И население все возрастающего рабочего предместья к сожалению, было вынуждено ходить только в Борисоглебский храм, который находился на территории Иркутской тюрьмы. Нужно сказать, что ведь не только храмостроительство было попечением наших меценатов, и в частности Александра Михайловича, были попечением и духовное образование, и не только духовное образование, обычное начальное образование. В частности, здесь были четыре школы, которые начально вообще были отстроены им и содержались на его средства. Он их посвятил памяти своей умершей сестры, и, по сути дела, эти школы явили собой большое, можно сказать, вклад в дело образования. В начале 80-х годов 19-го столетия я связал Печору с обью проезжей дорогой. Она стала известна как Сибиряковский тракт на север. Это была 100-километровая таежная просека шириной 6 метров, мощенной деревянными гатями. Сибирские грузы с ее помощью вывозились в Печорский край, на Мурманский берег, в северную Норвегию, Данию. За зиму 1885-86-х годов по Сибиряковскому тракту было перевезено 75 тысяч пудов хлеба, а в следующем году – 150 тысяч пудов. Хлеб и сахар подешевели сразу в 2,5-3 раза, а зыряне и остяки, работавшие на тракте на перевозке товаров, заработали большие деньги. «Но ездить по тракту можно было только зимой, когда бревна и землю схватывало морозом. И тогда я решился на последнюю битву за мою Сибирь. Я решил обуздать Ангару, реку моего детства. Я хотел сделать ее судоходной». Сибиряков получил от правительства привилегию для организации буксирного пароходства в порожистой части Ангары сроком на 5 лет. В 1888 году на реке начали взрывать пороги и прокладывать по дну цепь для туэрных судов. Однако преодолеть самый порожистый участок Ангары не удалось. Ангара не покорилась мне. И я ликвидировал предприятие, истратив к тому времени еще один миллион рублей. «Я еще не разорился, но уже проиграл». Даже средств Сибирякова на это не хватало. А скорее всего, даже не столько средств, столько технологий тогдашних. Вот примерно в этом месте уже в советское время будет построена Братская ГЭС. Вот в определенной степени, конечно, с некоторой натяжкой, но тем не менее получается, что Сибиряков один собирался ГЭС-братскую построить тамошними, тогдашними технологиями. Это оказалось невозможно. Истратив за неполных 10 лет фактически 2 миллиона рублей, он в 1994 году продает ангарское пароходство казне за неполных 200 тысяч. Последним моим достижением в финансировании иностранных экспедиций была помощь французскому этнографу Шарлю Рабо, который жаждал исследовать север Сибири. Его путь лежал от Верховья в Печоры, через Уральские горы и дальше к Тобольску. За поддержку этой экспедиции французское правительство наградило меня орденом академической пальмовой ветви одной из самых почетных наград Франции. Когда французское правительство присуждает, награждает Сибирякова званием офицера народного просвещения и дарует его наградой пальмовой ветвью, идет соответствующий запрос в Иркутск, в Иркутскую городскую управу, а затем в купеческую управу по поводу того, что есть такое Сибиряков и что это за купец. И городской голова, а прежде всего купеческий голова, отписывают, что сведений в купеческой городской думе и управе просто нет. Меня иногда спрашивали, почему я не помогал русским первопроходцам, а поддерживал иностранцев. Во-первых, собрать добротную отечественную экспедицию было невероятно сложно. Во-вторых, я делал ставку на то, что пророки чужих отечеств прозвучат у нас громче. Нужно понимать особую обстановку, которая сложилась в России в 19 веке. У государства не было таких ресурсов, чтобы постоянно поддерживать прогресс экономического развития. Индустриализация России произошла несколько позже, чем в других странах, в Швеции, например. В России в такой обстановке значимы были частные вложения, либеральные прогрессивно настроенные компании и даже просто богатые семьи. Поэтому, может быть, не стоит удивляться, что инициативу географических открытий брали в свои руки богатые предприниматели. Частный бизнес финансово поддерживал успешных мореплавателей и путешественников, тех, кто реально двигал науку вперед. Я не думаю, что официальные лица российского государства имели конкретный интерес препятствовать этому. Они просто не всегда могли помогать. Мои прожекты, которыми я занимался 40 лет, стоили мне всего семейного состояния. А раз уж энциклопедии меня похоронили, а наши фамильные золотые прииски искупил столичный банкир Гинзбург, то, значит, кончился предприниматель Александр Сибиряков. Значит, он не в силах больше ничего предпринять. Из воспоминаний графа Кайзерлинга, петербургского чиновника по особым поручениям в Восточной Сибири. Последний раз я встретил Сибирякова, уже глубокого старика, в 1919 году на станции Тайга, где мы очутились, спасаясь бегством от красных, и где они нас догнали и взяли в плен. Никто не узнал Сибирякова, однако он узнал меня и открылся мне, а потом исчез. Куда, не знаю. Я исчез из России. Но остался ледокол, названный моим именем. В 1932 году он осуществил мою мечту. Прошел северным морским путем из Белого моря в Берингово за одну навигацию. Последним приютом для меня стала Ницца. В 20-х годах она была блистательна. Здешние отели на английской набережной были символом роскоши и успеха, центром деловой жизни Европы. Здесь коммерсанты из разных стран заключали многомиллионные сделки, здесь создавались новые компании. Я бывал в этих отелях, но не как деловой человек, а как праздный старик, доживающий свой век в теплом климате. Единственным моим утешением был русский православный храм. Когда живешь в своей стране, ты можешь быть верующим, неверующим, посещать церковь, не посещать. Она не единственное место, где люди собираются. Оказавшись за границей, и причем в таких тяжелых условиях, это было фактически единственное место, где люди могли собраться. И они собирались. Опять-таки, необязательно все были очень отцерковленные, не очень все верующие, но церковь объединяла. Здесь, на юге Франции, был не нужен обществу. И отвечал обществу тем же. Я старик. Что мог, я сделал. Расстратил жизнь и деньги. Некоторое время я общался с соотечественниками, сбежавшими от революции, но потом они стали мне малоинтересны. Я виделся с ними только в храме. Когда собирали церковный совет, то в церковном совете участвовали бывшие министры, сенаторы, высшие чины царские, и которые в свое время решали судьбу целой страны, а теперь были заняты мелкими делишками маленького провинциального прихода. И, кстати, сводили счета, потому что кто в чем виноват, то есть в российской катастрофе и так далее. В 1920 году шведский консул в Ницце разыскал Сибирякова. Александр Михайлович жил в глубокой бедности. Благодаря усилиям консула и председателя географического общества в Стокгольме, шведское правительство в 1921 году назначило Сибирякову пожизненную пенсию в размере 3000 крон ежегодно. 2 ноября 1933 года Александр Михайлович Сибиряков умер в Ницце в больнице Пастера. Ему было 84 года. И он по белому свету приступили Корреспондент газеты «Свенска-дагбладет», который был на похоронах, писал в номере. Это были странные похороны. Три шведа и одна француженка стояли под ослепительным солнцем и ждали. Но в конце концов они поняли, что ни один из 50 тысяч соотечественников, усопшего на ривьере, не пожелал обеспокоить себя появлением на похоронах. Шестеро пожилых мужчин в серых блузах подняли некрашенный гроб и понесли вверх по склону. Хозяйка гостиницы со слезами на глазах спросила, что же пожилой русский господин сделал плохого, раз соотечественники его забыли. Консул Баргрен ответил, что ничего плохого не сделал. Но с годами он стал одиноким и бедным, а был одним из самых богатых людей в своей стране. Когда те или иные, по сути, дела наши потуги, если можно так сказать, к определенному достатку, завершаются ничем, разрушаются. А бывает, если и увенчаются определенным успехом, то вдруг увидим, что когда человек уже уходит от этой жизни, все это он не может с собой взять. И часто это не служит его благосостоянию. И часто не служит и тому добру, которое было памятно имя его. А вот то, что он делал для близких, что делал, как говорится, этим богатством неправедным, в Бога богатея, то есть, по сути дела, делая ближним, как таковым, дела милосердия, дела благотворительности, дела просвещения, все то, что можно сказать одним словом, дела любви, любви к ближним, любви к Богам, это имело неприходящую ценность. И оно было важно. Через 9 лет после моей физической смерти я погибну и кораблем. Тот самый ледокол Александр Сибиряков, который в 1930-е году совершил первое сквозное плавание по Северному морскому пути за одну навигацию, во время Великой Отечественной войны водил по Северному морскому пути караваны с оружием, углем, лесом, никелем и медью для оборонных заводов. В 1942 году он привел неравный бой с германским крейсером «Одбирал Шейр» в Карском море. Вооруженный всего-навсего двумя 76-миллиметровыми пушками и двумя 45-миллиметровыми пушками, он вступил в бой с немецким адмиралом Шейр, который во многом превосходил его как по огневой мощи, так и по своим размерам. Однако советские моряки, вступив в неравный бой, сорвали планы немецкого командования разрушить порт на острове Диксон, а также уничтожить все стоящие там корабли. Советские моряки погибли, но благодаря их усилиям замыслы фашистов не сбылись. И порт на острове Диксон, корабли, которые там стояли, не получили тяжелых повреждений и продолжили выполнять свои задачи на трассе Северного Москового пути. Эта точка возле острова Белуха, где погиб ледокол сибиряков, сегодня место боевой славы. Все суда, проходя ее, приспускают флаги и салютуют длинными гудками. Не только в память корабля-героя, но и в память человека, в честь которого он был назван. Александра Михайловича Сибирякова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok